Так, ну я решила продолжить свой эфир уже в записи. И сейчас я протестирую просто отдельно поверх блеров вот этот тональный крем, который был у меня в эфире в качестве варианта на выходной. Я быстренько его нанесу. Напомню, что на лице у меня два разных блер-крема. И по поводу этого тонального я могу сказать, что он не предназначен для сокрытия каких-то дефектов. Он у нас просто такой выравнивающий, имеющий эффект софт-фокус. И это оттенок 64-77. Просто у меня сегодня есть вот только два варианта. Нанести этот тональный или блер. Ну, блер на блер уже я наносить не буду, поэтому решила этот желтенький. Ну, кстати, вот сейчас на слегка загорелую кожу, мне кажется, уже даже и нормально он смотрится. Не сильно желтит, хотя в упаковке он прям желтый-прижелтый. Никакую пигментацию он не скроет. Этот тональный не скроет ни несовершенства, ничего. Он просто, у него есть светоотражающие частицы, он немножко подстраивается под тон кожи. И вот, собственно, очень даже нормально для немножко загорелого лица он подходит. Дальше я беру карандаш. Это прям скоростной макияж. Я беру карандаш-корректор и наношу его для того, чтобы скрыть вот здесь вот синячки. У меня очень близко лежат сосуды к поверхности кожи, и их очень-очень видно. Ой, отломила немножко кончику карандаша, но это не страшно. Его можно подхватить, припечатать обратно. И вот сюда, где у меня текут слезы, когда я выхожу на улицу, и на улице ветер, то у меня всегда текут слезы. Вот здесь у меня какая-то фигурка вылезла, поэтому мы ее сейчас немножечко закрасим, да, чтобы ее не видно было. Так, дальше. Для бровей я буду использовать карандаш автоматический. Так, это у меня оттенок 50203. Так, не причесала бровки. С двух сторон у него, с одной стороны, все. В общем, с двух сторон у него польза, я хотела сказать, но мой язык немножко опаздывает. Мысли бегут вперед. И с одной стороны у него щеточка, а с другой стороны тонкий грифель, который не нужно затачивать. Он всегда остренький. И я буквально чуть-чуть подрисовываю брови. И эти карандаши, кстати, в каталоге номер 10 по 30 июля всего лишь 199 рублей. Это, ну, для таких карандашей это просто даром. Я взяла сейчас в заказе целых три штуки. Ну, во-первых, мама попросила ей заказать. И во-вторых, я заказала себе графитовый оттенок. И на самом деле я его уже протестировала. Но мы с вами в субботу вместе это сделаем. Я сейчас даже интригу такую буду держать. Не буду говорить, понравился, не понравился. В общем, с вами протестируем. Вот так чуть-чуть буквально я добавила. Ну, как бы не то, что волоски нарисовала, а, можно сказать, все растушевала. И прошлась еще и щеточкой для того, чтобы максимально естественный эффект создать. Я не люблю никакие графичные брови, чтобы вот они прям были какие-то все прорисованные. Так вот, я все смотрю, укладку бровей делают бровистые. И вот они прям четко все вырисывают. Я так не люблю. Так, теперь я немножко подкрашу глаза. Это карандаш, которого уже в каталоге нет. Но он у меня очень любимый. И на самом деле у меня тут ничего другого в подставке нет. Только он. Ну, я им периодически пользуюсь. В основном, конечно, я пользуюсь карандашами из линейки Эцкле двусторонними. Ой, мой любимый коричневый с молочным. И еще один любимый. Это графитовый и нежно-зеленый мятный такой оттенок со второй стороны. И этими карандашами я пользуюсь. У меня уже, кстати, который коричневый с молочным. Там уже все. Его уже невозможно, неудобно точить. Он очень маленький стал. И я купила новый. Осталось купить еще серо-зеленый. И вот так я немножко прорисовываю межресничное пространство. Так, все, беру тушь. Тушь у меня моя любимая 52-48. У нее артикул, так называемая бордовая. И это стрейч-тушь, но у меня уже в таком подсушенном варианте. Поэтому она сейчас не будет ложиться. Может быть так, как она легла бы в самом... Когда у нее самый сок, когда она свеженькая. Немножко будет сейчас капризно наноситься на ресницы. Но я еще терплю ее вот эти капризы. Еще более-менее она меня красит, устраивает. Поэтому пока не выбрасываю. Вообще я ее очень люблю. И меня немножко расстраивает, когда она приходит. Ну вот сразу, допустим, чуть подсушенная, как вот эта. Обычно я такой тушью крашусь даже до двух месяцев. Если какой-то другой три недели, то вот этой тушью у меня был рекорд. Я красила два месяца. Можно ей и естественный эффект создать. И наслоить. Два-три слоя наслоить. И будет такой драматический эффект на глазах. Будут ресницы объемные, темные. Ну вот мне достаточно вот такого эффекта примерно, как сейчас. И буквально коснусь нижних ресничек. А то в последнее время мне все задают вопрос. Марина, а что случилось? Почему ты нижние ресницы не красишь? Осталась эта привычка с термотушей у нас. Ей невозможно красить нижние ресницы, иначе они слипнутся с верхними. Поэтому привычка осталась. И я очень долго нижние не красила. Но так как я уже устала отвечать на этот вопрос, я решила, что все. Буду немножко подкрашивать. Не тратить ни время зрителей на написание вопроса, ни свое на то, чтобы писать ответ. Поэтому чуть-чуть буквально касаясь нижних ресниц, делая вид, что я их накрасила. Так, ну вот, что я сейчас делаю? Я распределяю комочки, которые прилипли к ресницам. Но говорю, все, вот эту тушь уже, конечно, я еще несколько дней ее потерплю. А потом она пойдет на замену. Что я купила на замену этой туши? Можно будет посмотреть в видео с распаковкой заказа. И я вам покажу уже завтра распаковку. Вот так на один слой. Мне сильно густо не надо. Я еще и щеку покрасила тушью. Ну да, почему бы нет. Но этот грех я уже буду убирать, когда подсохнет тушь. Можно сейчас, конечно, попробовать. Но вообще лучше, конечно, дождаться. Нет, вот, кстати, все. Неплохо даже ушло. Так, ну все. Что у меня тут? Что у меня есть для губ? Для губ у меня есть вот такой карандаш. А губы у меня не подготовлены. Все-таки чуть-чуть буквально коснулась бальжамчиком. Ну и давайте. Хоть я не хотела красить губы, но мы возьмем карандаш. Это тоже Ицклео и цвет розовая фуксия. Я сейчас не буду накрашивать тут прям губы. Я просто придам им немножко. Уберу бледность. И покажу вам, что этим карандашом не обязательно наносить плотный цвет, как вот можно вот так, а можно и вот так. И смотрите, давайте еще вот сейчас что сделаем. А теперь поверх карандаша еще нанесем бальзам. И у нас появляются такие естественные нежно-розовые губы. Так, все. Я готова. Я готова снимать видео. Сегодня у меня в плане съемка еще двух видео. Ну и готова к сегодняшнему дню. Желаю вам всем хорошего настроения, хорошей погоды. И увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Продолжение следует.